Владимир Филатов ответил Ольге. Он драма. Вы знаете, Ольга, с чего сыр-бор? Владимир Филатов. Я не знаю, кто он такой. Вы бы поинтересовались там, ну, допустим, где твой сад. Может быть, там мы говорили, что у вас образование есть. Есть ли у него образование? Есть ли у него сад? Какой сад? Есть ли у него абрикосы? Вот. И вот он, откуда эта злоба? Может, я его чем-то обидел? Ну, вот обидел, допустим, как это? Вы видели схожесть? А у кого-то ни одна не взошла. А ему и денег жалко, что выбросил. И, вернее, мне подарил. Раз ничего не взошло, значит, подарил. И вот он пишет. У вас были костики подмёрзшие. У вас были костики, где вы? И третий говорит, это самое. Врёт, не врёт, что вначале это они всплыли. А костики сухие от долгого лежания всплывают. Ну, то есть, врага мог нажить. Смотрите, я, этого я. Он железу романы пишет, а не абрикосы выращивает. А люди верят, покупают. У нас вентилитет такой. Хочется найти чудо-дерево с разными плодами. Сказку, например, почитали, ели-лею вытащили пятеро. Вот, понимаете, ну что должен был сделать мой брат? Ну, девчонки, ну что? Возмутиться и написать, что всё это херня. А потом слово за слово. Вы же не помогли его. Вы же не ответили, филатолог. Ну, давайте убедимся. Мы тоже не видели моих абрикосов. То есть, ну, где-то там слухи ходят, а реально вы ничего не видели. Не читали, не знаете. Вот. А давайте сделаем так. Вы могли бы, ну, хотя бы ответить. Давайте вместе разберёмся. Есть же сайт-то ещё. Ну, понимаете, у меня нету других козырей. Сотня фотографий с абрикосами. С такими, с такими, с целыми огромными ветками, которые ломаются. Вот. Снятость на фоне детей. А им 3, 5, 7. Самый взрослый этот. Тимоша 9 лет, да? Это всё на их глазах. Вот Тимоша 3-х лет. Это всё сейчас. А ведь я же 40 лет не выездной. Я только выехал раз зимой. Прямо среди зимы я ездил в командировку в Таджикистан и ездил в командировку в Армению. Я не мог там фотографировать абрикосы, себя. Сергей Железов первую привыкла сделать в 14 лет и заработал первые деньги. Так. Всего полтора десятка лет. Но это всё на его глазах. То есть это всё в нашем саду. Фотографии Сергея, фотографии его жены, фотографии это. Фотографии племянниц, которые помогают. Вот. А люди верят и покупают. А вот, допустим, дело не в том. Ну, злой человек, ну, неадекватный. Ну, надо же было тут же разобраться. А то понесло, понесло. А чем дальше, тем больше этого. А мы давайте сейчас по-другому. Вот. А вот другой мой помощник сделал так. Он с Халилой уступил в спор. Он показал десяток этих самых таблиц, что у меня 40 градусов зима. Халилой утверждал, что он не теплее, чем в средней полосе России. Оказался. Ну, в принципе, проиграл спор не мне, а Павлу. Но дело в том, что, понимаете, он кандидат, он доцент. Вот в чем дело-то. И ненавидит меня уже 20 лет. Секоль, как вот эту вот статью разместил. Знаете, какую? Валерка кушает, доест. Вот есть такое, да? Ничем не виноват, не знал о нем. Вот так бывает. Вы понимаете, Ольга, в такой атмосфере жить. И вот смотрите. Я бы не стал про это говорить. Почему? Ренат. Халилов пока не знает, что в 30 километрах днем уже растет и плодоносит абрикосовый сад. Около 30 деревьев и 50 саженцев. Поздравляю, питомник заложен. Посадочный материал и методики от железа. Впрочем, я уже и в Бугульму несколько привитых там ажурцев абрикосов. Отправил своим знакомым. А слух идет. Уже Бугульминский виноградарь интересуется. Вполне вероятно, когда Халилов увидит это чудо у нас, он сильно удивится, что это от железа. Ренат. Поселок Карабаш. Вот. Помните мой любимый анекдот? Посмотрела бабушка порнофильм и воскликнула. Жизнь прожита зря. Теперь ближе к делу. Ольга Исакова ответила Юрию. Увы. Имена известны только в узких кругах. Даже не обо всех в Википеде написано. Но это уже извините, это вывиноват. Что про нас не знают. Бородич Боднар строители. Это самый выдающийся Боднар, Бородич, Флатенков. Это люди равные Мичурину. То есть в каждой эпохе раздает своих денег. Так не бывает. Один Мичурин, первый и последний. Но это не так важно. Вегетативно это вы пишите. Вегетативная гибридизация. Сейчас я поймаю вас на одной тонкости. Вы не обижаетесь на второй раз. Потому что вы могли не заметить. Это нормально. Это по Фрейду. Сейчас увидите. Я даже хочу, чтобы вас возбудили. А что ж я там такого написал? Теперь о вегетативной гибридизации. Не надо писать, что это я придумал. Любой может прочитать. То есть вы сразу. Признались в том, что вы ей не занимались. Вы приняли готово. И вот любой может прочитать. И вот вы процитировали. Смотрите. Сейчас поймете. Только без обид. Еще раз говорю. Хочу с вами дружить. А пропустить не могу. Шутка ли отменить Мичурина? Вегетативная гибридизация популяризировала Лысенко. Сейчас Лысенко изучает. Утянул у меня книгу. Фактически его отобрал. Елена Александровна Савинич. Елена Александровна. Вы потом где-нибудь там. Помните, я отпросил. Где-нибудь там эти самые. Просто дальше, через полчаса мы с вами сделаем пире. Потом мне ставится вопрос-ответ. Это для тех девушек. Наших друзей. Надеюсь, уже не будущих. Вот. Там вопросы. Если вы смотрите. Если есть время. Вы смотрите вебинар. Вы можете потом посмотреть. Посмотрите обязательно. Но там именно я попрошу написать. Лысенко. Там бы хорошо. Дурак. Проходимец. Неуч. Гений. Нужное подчеркнуть. Но так тоже нельзя. Просто напишите два слова. Книгу Лысенко прочитала. Вот. Много толкового. Или, например. Ничего толкового я там не нашла. Помните, ее критиковали за посадку картошки в середине лета. До осени успевает вызревать. Я бы всегда удивлялся, кстати. Это тоже наука. То есть садим. Как можно быстрее посадили? Земля холодная. Растет, 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 растет. В июле месяце смотришь, уже это самое. За радикой стоит. Мы же не поливаем сроду. Ботва уже сухая. А до зимы еще далеко. Она так с сухой ботвой стоит. А может быть, правда? Когда он говорит, надо садить веяние. До зимы созревает. Это уже без болезни. Но это надо опять проверить. Все забыто. Это только один из десятков примеров. Вот кто-то рук изначально. Простите этот, именно этот его раздел. Именно про картофель. Он брал широко. Он разбрасывался. Он не только там злаки. Ну и что получается? Лысенко в целях опровержения классической генетики. Их равносомной наследственности. Популяризировал он в целях опровержения. А я потом объясню. Дай Бог, чтобы за эти полчаса успеть. А то еще придется вам один мебель послушать. Я же хитрый. Я хохов. Русский хохов. Была подхвачена его последователь. Даже просто фамилия только изменилась. Вот понятно. Это Латинков железа. А больше никто не вякнет даже. Вот против сказать про Ходимец Лысенко. Это да. А вот сказать, что он гений. Ни за что. Не дождется. А мы его только это. Как сказать. Я допустим ничего от него не извлек для себя. Но интересно это знаете как. Плацдарм. Ну ладно. Не буду про военную теорию. В результате исследовать нас. Сейчас внимание. Вот из-за этого. Понимаете. Я в тот раз в спешке пропустил. Ложность теории вегетативной гибридизации была провернута. В 30-50-х годах. Во-первых. Последнее здание, которое я держал в руках, было 1956 года. Значит, до 1956 года никто провернуть не мог. Враги у него тогда были. Почему? Потому что через запятую шло. Через террая Лысенко. Нет. Первая фамилия всегда была. Значит. Мичурин, террая Лысенко. И вот что интересно. Объясню. Значит. Я в 56-го года по 61-й год жил в деревне. Заметьте. По 61-й год. На стене висел черный этот. Как он раньше назывался. В память. Репродуктор черный. И там в течение каждого дня. Он непрерывно говорил. Если не выключить, то сутки. Каждые пять минут. Мичуринская. Не гибридизация. Нет. Шире брали. Мичуринская. Как сказать. Трудолюбие. Мичуринская. Смелость. Мичуринское направление. То есть. То есть это. Вот. Только за день. Каждый день. Это было по 61-й год. По 61-й год. Мичуринская. Мичуринская. Это везде. По каждому предложению вставляли. Не просто летать. Мичуринская. Достигнутая. Благодаря. Смелости. Мичуринцев. И вот. Бесконечно. Понимаете. Вот. А вот здесь у вас получается. Кто-то в 30-м году мог опровергнуть. В 30-м году кто опровергал. Они уже. Лес валили. Не садили. А валили. Там. В тайге. В Иркутской. Вот что было. И далее. Это ладно. Допустим. Кто. Кто-то бы хотел. Его опровергнуть. Он должен был повторить его опыты. А после его смерти в 35-м году. Все вздохнули спокойно. Свободно. Повторяли Мичуринское. И ничего больше не делали. Почему? Результату больше нет. Она же не просто была опровергнута. А я сейчас все это вам раскрою. Почему она была опровергнута. Вот. И дальше. Самое интересное. Я про Фреда вспомнил. Смотрите. Если бы было заметить сложно. Это называется связка слов. Жаль, если мы опять врагами станем. Смотрите. Если бы вот это слово не было. Читаем. В результате исследований. Теории вегетативной организации была отвернута. Нормально. А исследовали после Мичурина. Хотя этого никто не стерлал. Значит. Была опровергнута. А теперь смотрите. Ложность теории была опровергнута. Да здравствует Мичурин. Вот кто-то. Одну ошибку. Я вот думаю. Да. Вы процитировали. А если сидел человек, которому не нравилось все. Не нравилось, что Мичурина и Лысенко закопали. Это самое. Обделали. Обгадили. Это самое. Можно сказать. Выкопали из могил. И еще это. Так вот. Представляете, что было. А кто-то из них все-таки взял и вставил это слово специально. И теперь ложность была опровергнута. Не теория, а ложность. То есть вставил противоположный смысл. А вы когда цитировали, этого не заметили. Вот и все. И получается, что? Или это ошибка просто тех, которые, ну, игра словами. Сам не понял, что написал. Что опроверг самого себя. И в то же время, в то же время, это мог быть кто-то, кто еще сохранил уважение к великому труженику. И что получилось? Смотрите. Поняли с этим. Разобрались? Как оно бывает? То есть со ссылками надо поосторожнее, друзья. Наличие вегетативной гимназации не подтвердилось. Вегетативная гимназация лженаука. Вот так. А вот, кстати, и ваш портрет. Ладно, проехали. Вот это вот фотография. Сейчас мы подходим. Я вам такой пример приготовил. О, дай-то бог, чтобы время хватило. Я медленнее не могу. Почему? Я готовил то самое, только не для вас. А вам надо покороче. Посмотрите. Вот это вот я взял, перефотографировал. Когда это было? 13 марта 20-го года, год назад. Вот эта фотография, вот, это персик, правильно? Конечно, это где-то Италия, Испания. Это очень, их сотня таких фотографий. Все присвоили, кто мог. Вот. Я почему вам показываю? Это учеба. Дело в том, что специалисты вот такие вот, которые, им же надо лайки, лайки, лайки. Им надо продать персики, естественно, из той же Италии, откуда эта фотография. Они не знают, что это персик. Дают задание. Они не знают. Смотрите. Так как сажать дерево абрикоса осенью нужно практически так же, как и весной, то описывать технику не надо. Смотрите дальше. Внимание. Фотография абрикоса. И они хотят, чтобы люди купились и купили саженцы. Якобы абрикоса. А это персик. Если на саженце есть листья, их аккуратно удаляют. Вот тебе. Здрасте. Давайте так. Есть саженец. Его пересаживают. Тут, опять же, про осень же речь. Правильно? И они упомянули листья. Значит, во время пересадки листья были. Теперь их заставляют отрывать. Когда я говорю, не отрываем листья, а отрезаем пол саженца. Нижняя часть при пересадке листья остаются. Зелененькие, свеженькие. Хватает питание. Так. И они, может быть, раньше, чем если бы не трогали, если бы поставили на прежнее место. Может, и неделю раньше. Но все-таки они, пересадка, это калечение. Все-таки они начинают осыпаться. Но как? Так, лист, когда падает, естественным путем, у него половиночка отсыхает этот самый черешочек. И когда он отвалился, таранка, уже все. Там уже воск. Заделана она сама. Ну, большая рана мы заделываем. А каждый лист отрывать тоже будет по-живому. Лист оторван, а он же с почкой. А он не знает, что обычно почка остается. А кто же ее выкормит-то? Представьте, весь саженец. На нем, допустим, 50 листочков. Да? 50 оторвали, 50. А они, листочки зеленые, не знаешь, где это оторвать надо. Значит, а они берут и остаются. А кормить, кто будет, почку. Она же так уйдет в зиму. А потом мясо... Многие скажут, что весенние саженцы дохнут сплошь и рядом. Это правда. Так отрежьте половину. Дайте нормально питаться ниже половины. Ну, как можно вот эту подлость, да? Их аккуратно удалять? Не, не. Их не просто удалять. Их аккуратно. Вот эта дурь, она разошлась по всему свету. Это один из сотни примеров, с которыми я воюю бесконечно. Я на этом заработал, Светслава, экстремиста, который... Я спасаю дерево. Я его берегу. Я борюсь за него, девчата. Борюсь за его целость и здоровье. Чтобы на него не накидывались эти орды насекомых. А меня записали кого-то этого. Вы думаете, всё? Ой, корешки слегка укорачивают. Вот идиот... Ой, извините, я же не знаю, кто это. Ну, раз не знаю, тогда идиот. А зачем корешки укорачивают, сасывают-то кончики корешков? Он что, не знает? Он думает, когда их укоротил, посмотри, а чем питаться будут? Ну, тебе ноги отпилить, ты чем ходить будешь? Ну, скажем, по колено. А? Ведь это на полном серьёзе, вы понимаете? Девчата, и вот когда я заработал всё, Светслава, ещё живой, а уже легенда. Отношения разные. Как мог человек написать вот это вот? Вот это вот. А, возвращаться не буду. Вот. Там фактически сказано, что я мошенник. И так же? А если этот человек вот это написал? Вот это вот. Он меня ненавидит как бы всю жизнь. Я бы стоил дураком. А уже такие люди не привычатся. Тут же раз следующую это напишут. Вы знаете, я тут подумал, наверное, ошибся. Давайте так, это всё-таки, если бы он увидел вот это, тот же Володя, это всё-таки персик, дебильный штамп, которого не должно быть. Прижиматься должен земле, закрываться нижние ветки снегом, Россия иначе не выживет. Ты что ж, нарисовал-то для чего? Чтобы это всё люди повторяли. Мало того, что корни отрезать, эти листья отрезать у урода, да нет, ещё надо штамп ему сделать, который будет над снегом торчать. А я что, я завёлся, я хотел так мило.